Всем привет народ, вы на канале Лепим Вместе и в сегодняшнем видео мы будем лепить персонажей из игры Растения против зомби, часть 2, или же Plants was Zombies В сегодняшнем видео я слеплю парочку, буквально три штучки Самые первые, самые первые персонажи, которые все видели в первой части и во второй Вторая часть это у нас уже на телефоне, кто еще не знает, может вдруг кто-то не играл, всем советую, просто бомбезная игрушка Я уже лепил много разных персонажей из игры Бравл Старс, если вы еще не видели их, можете зайти на канале, у меня их посмотреть Ну и перед началом ролика, не забывайте подписываться, ставить лайки, пишите комментарии, нравится ли вам моя лепка И хотели бы вы, чтобы я продолжал лепить именно персонажей и каких с игры растения против зомби Может это будут другие растения или же какие-то зомби, потому что их там очень большое количество разных видов Так что поехали Первого я буду лепить, это все наверное знают, кто даже только начал играть и сразу же закончил Это подсолнух, потому что без подсолнуха вы не сможете играть Подсолнух дает валюту для покупки остальных растений и грибов во время прохождения уровня Но так как никого убить они не могут, нужно их тщательно оборонять То есть их нужно ставить в самый задний ряд желательно Поэтому лучше разместить подсолнухи в два ряда ближе к дому игрока А перед ними посадить оборонительные растения, такие как стенорех и какие-нибудь нападающих уже Об этом сейчас будет тоже дальше Различие между первыми и вторыми частями в том, что во второй части вы можете прокачивать свои растения То есть вы можете подкармливать их, можете улучшать и повышать их уровень и количество разных персонажей просто огромное Если использовать на ней подкормку для растений и грибов, то она даст 150 единиц солнца То есть вместо 50 нам дается аж 150 Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот получился у меня подсолнух И следующий мы приступаем к горохострелу Горохострел состоит из отростка в виде головы в передней части, которая находится в отверстии в виде рта и черные глаза, а в задней части зеленый листик Данный отросток расположен на стебле, снизу которого расположены 4 зеленых листа Атакуют горохострел горошиной каждые полторы секунды, наносящий противнику 20 единиц урона Также во второй части, если вы его покормите, этот горохострел, он будет стрелять 60 горошинами Ну и плюс, если вы его будете прокачивать постепенно, то уровень горохострела вырастет и урон его также будет вырастать Урон и его жизни в целом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и теперь слепим стенорех Остенорех он просто вот танк, танк в мире растений против зомби Защитный такой грецкий орех, который из себя собственно и представляет Только за исключением у него есть глаза и рот Прочность его составляет 72 укуса, то есть зомби подходит, его кусает и 72 укуса он может жить И стадии деградации появляются на 24 и 48 укусах Соответственно вид немножко меняется данного стенореха, он начинает плакать в конце уже даже Ну а во второй части он немного изменился, прочность увеличилась до 80 укусов, а стадии деградации появляются на 20, 40 и 60 укусах И при подкормке на нем появляется железная броня, прочность которой составляет 160 укусов Однако ее мгновенно может уничтожить аргантюа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие сегодня получились у меня три веселых персонажа Самые такие начальные, первоначальные Ну и на этом все По традиции не забываем подписываться, ставить лайки и пишите в комментариях, что бы вы хотели, что бы я слепил в следующих сериях Так что пишите, подписывайтесь С вами был Андрей, канал Лепим Вместе Всем удачи и хороших вам лепок Пока Субтитры сделал DimaTorzok